Мне было 4 года, когда я впервые узнал, что ослеплен навсегда. Тогда у меня не было страха, только боль и обведа на жизнь. Я думал, что это она обманула меня, сначала подарив, а затем забрав зрение. Но на самом деле у жизни был совсем другой план относительно меня. Через 40 лет после того, как я узнал, что ослеплен, могу сказать вам следующее. Наши недостатки это не минус, а огромный плюс. У каждого из нас свои недостатки. Кто-то вспыльчивый, кто-то невнимательный, а я слепой. Так вот, вы никогда не задумывались над тем, что ваш недостаток, ваша уникальность. Это главный подарок, который преподнесла вам жизнь. Это именно то, что помогает вам добиться своей цели и реализовать свою мечту. Более того, наши недостатки это необходимые условия для того, чтобы мы смогли реализовать себя. Я хотел бы показать это на своем примере. Родители хотели, чтобы я учился и получил профессии. Поэтому отдали меня в интернат для слабовидящих и слепых. Преподаватели заметили, что у меня есть способности массажиста. Я согласился учиться на эту специальность. Но, признаюсь честно, эта профессия мне вообще не нравилась. С 1998 по 2005 год я сменил три места работы. С каждым новым пациентом моя профессия нравилась мне все больше и больше. Как только мне понравилась профессия, у меня появилась цель открыть специальность по массажу при медицинском колледже. И сделать так, чтобы учиться могли незрячие люди. Я хотел, чтобы незрячие люди имели возможность получить медицинское образование. Эта идея вдохновила меня на то, чтобы начать работу с властями. В результате через несколько лет, 1 сентября 2009 года, я и еще 15 студентов начали обучение специальности массажиста в Республиканском медицинском колледже. В тот день я был очень счастлив. То, что я задумал, осуществилось. В колледже я окончил красным дипломом. Но это было среднее специальное образование. Я понимал, что для жизни в современном мире его недостаточно. Я решил поступить в Академию туризма и спорта на специальность инструктор ЛФК и массаж. Но в приемном комиссии мне отказали. Студентов, которые не видят, слабо слышат, у них никогда не было. Меня уверяли, что я не смогу учиться на равных с другими. Я ходил от кабинета к кабинету и в итоге попал на прием к ректору. Коротко рассказал о себе. Он ответил, мы примем ваши документы, потом разберемся. Учислить вас успеем. После этого разговора я понял одну вещь. Часто мы опускаем руки из-за первой неудачи. Мы отказываемся от своих целей, а иногда и от своей мечты, потому что перестаем ее видеть. Я понял, что отказ это еще не конец. На экзамен в Академии я пришел с помощником, который должен был записывать мой ответ. Взял билет и начал диктовать. Но члены комиссии позвали меня к себе и попросили отвечать сразу, устно. Мое выступление было одним из лучших. Я получил 100 баллов и диплом о высшем образовании. Два года назад я поставил новую цель – открыть свой массажный центр. Так получилось, что я открыл свое дело в самый разгар международного финансового кризиса. Возможно, если бы я был разумным, посмотрительным или хорошо видел, то я так и не начал бы свое дело. Во всем мире закрывали компании. Были банкротства, увольнения, паника и так далее. В этом случае мой недостаток стал также моим плюсом. Сейчас в Алма-Ате у меня три массажных центра. В нашем коллективе 13 человек – зрячие и незрячие. Я счастлив, что дал им возможность работать. Вы знаете, мальчишку я очень любил бегать по степи. Я видел птиц в небе. Я видел красную тюльпану. Я видел радугу один раз в жизни. Но я помню эту радугу до сих пор. Да, я не вижу мир такой, как он есть. Но я вижу его внутри себя. И радугу, и тюльпану, и птиц. Я вижу свою жену, 19-летнюю девушку. И свои цели я всегда вижу. Очень отчетливо и иду к ним. Я счастлив. У меня есть все. Моя семья, супруга, три дочери. Недавно родилась внучка. Мои незрячие коллеги, которые окончили колледж, говорят мне спасибо. Я хочу верить в то, что своим делом я могу дарить людям счастье. Я понял, что мой успех – это не глаза. Это моя вера. Именно вера правит нашим миром. Во что вы поверите, то и случится. Я всегда верил в себя и в то, что жизнь может многое дать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!